всем огромный привет добро пожаловать на мой канал моего старшего сыночка 2 октября было день рождения ему исполнилось 10 лет чему мы конечно же очень рады и спасибо девочкам которые поздравляли всем спасибо за поздравление я не снимала не стол не как я готовила не вообще сам праздник просто потому что у меня чисто даже физически не хватало на это времени чтобы все вот везде и приготовить и убрать накануне и соответственно все вот это вот организовать и так далее просто не хватало времени вот эти шарики все я покупала сама в торговом центре все это везла на машине тащила в общем та еще история но сегодня будет влог такой собранный из кусочков я не знаю все недели наверное предыдущий общем где я была что-то снимала и все это хочу объединить в такое видео и на самом деле я знаю что вам интересно подобные видео и здесь я иду магазин фикс прайс хотела кстати поснимать в магазине фикс прайс но так получилось что когда я до него дошла позвонила учительница у них пораньше закончились уроки и я уже там но в общем ничего так в итоге не сняла красивейшая осень мое любимое время года обожаю не могу вот не могу не делиться с вами такими красивыми красивыми моментами просто я не знаю обожаю осени я считаю это самое лучшее время года но по крайней мере для меня тем более она насыщена у меня такими событиями что 2 числа 2 октября день рождения у сына 5 октября у нас годовщина свадьбы с мужем так что вот такой вот у нас октябрь так на что приехала я домой давайте покажу покупки fix price до первых взяла туалетную бумагу в принципе она мне нужно было ее в принципе много не бывает купила вот такие вот штучки женские вот но давно кстати хотел попробовать вот эти корейские японские говорят и хвалят очень сильно но нигде не видела в общем купила попробую вот что это такое конечно купила хлоргексидин с моими ну и с животными и с мальчишками моими для меня вот это вообще актуальная темка 55 рублей получается три штуки вот мне это вообще очень актуально могут поэтому взяла также взяла ополаскиватель для полости рта не знаю я такой не пробовала решила взять тоже что-то 55 рублей по мне стоил вот и купила вот такой цветок смотрите какой прикольный сейчас я покажу вот такой вот смотрите он выглядит на самом деле как настоящий вот здесь такие камушки приклеены вот здесь вот единственно что на горшке вот здесь не это был клей вот ну он у меня будет внутри я сразу купила вот такое кашпо для него смотрите сейчас покажу сейчас поставим покажу как это дело все смотрится не знаю пока куда его определю вот вот так вот я ну разогну листики красиво потому что вот это же все можно вот так вот вниз опустить их красиво в общем у меня и живые цветы есть и есть комнаты где живые цветы не цветут дать не не живут слишком темные в общем купила но реально выглядит как настоящий вот и за такими цветами очень легкий уход то есть их просто под краном сполоснул и все и поставил в общем не показал что так очень даже симпатичным и взяла цветок вот это стоило что-то 299 по-моему рублей и кашпо 100 с чем-то рублей ну кашпо вот это вообще-то не кашпо это горшок давите есть дырочку вот но я буду использовать как вот такое как вот такое кашпо очень прикольненько мне нравится так на кассе я увидела вот такие вот смотрите какие штуки прикольные для меня это вообще актуально это вот как раз моя темка для горла иммунитета вот обязательно попробуем леденцы я взяла сразу две штуки должно быть вкусно смотрите леденцы содержит натуральные компоненты живицу кедра прополис и мед вот видите состав патока крахмальная мед кедровое масло употреблять 36 штук не разжевывая но не больше наверно трех шести шести штук да в общем взяла вот такие вот для осень это вообще актуально если понравится я потом обязательно заеду возьму еще и еще две вот такие жвачки одну старшему второму младшему вот это вот младшему старше уже свою живет вовсе также я купила альбом для рисования это в садик моему младшему сыну в общем у них подготовка к школе как бы дополнительные занятия точнее это не в садик это на дополнительные занятия подготавливаемся к школе два раза в неделю у нас занятия туда нужен альбом папку соответственно тоже вот такую взяла с ручками что он сам нес все это дело вот папка кстати прикольно такая на молнии еще мне нужно будет ему тетрадки в косую линейку в клеточку крупную и но там ручку на карандаши всякое такое и смотрите какую классную штуку я купила я вообще взяла аж две штуки вот это вот вообще для меня очень актуально смотрите это магнитный планер для заметок я его наклею на холодильник вот видите обед в холодильнике вот для таких целей я его тоже купила легко стирать и 2 я купила вот такой вот сейчас покажу так вот такой вот магнитный планер здесь с расписанием на неделю я сюда как раз буду записывать вот дополнительные занятия у меня до у младшего плюс когда забирать старшего и так далее вот это вот расписание как раз записываю меня как-то был такой не магнитный а знаете картонный но он что там один раз записал и все и не стереть а это стирается и соответственно я купила вот такие набор маркеров для магнитной доски единственное что губки у меня нет вот но губку наверное наверное можно обычную девочки напишите можно ли обычным к стирать в смысле который посуду мою только не шершавой стороной а другой стороной вот ну и цветочек не знаю сейчас куда определю его вот в общем все на самом деле все по делу ничего я такого просто так не купил оставил полторы тысячи как всегда еще совсем забыла тоже перед кассой взяла вот такой морс хотелось пить и но не хотела никакого не лимонада ничего такого смотрите клюквенный морс сделано в беларуси какой он вкусный девочки как будто я сама сварила мы с сыночком сейчас сделали по глоточку в этом в машине видите состав сок клюквенный сахар лимонная кислота правда ароматизатор конечно есть ну ладно вот на самом деле очень вкусный прям обалденный клюквенный морс из беларуси так и кому интересно давайте я покажу чек вот магнитный планер по 199 рублей вообще ну классные вещи мне они очень нужны в общем кому интересно вот такие отдавая 1530 рублей до 50 копеек вот что-то в этом духе так что вот такие вот цены да вот видите 3 хлоргексидина за 55 считать рублей но это вообще супер важная вещь моем доме вот так что вот такие вот у меня были покупки ну а здесь мы на прогулке с моим сыночком и с нашими девчулями мы сейчас по будням очень часто ходим вдвоем сыном гулять или забираем младшего садика в общем как то так и это почему я озвучиваю за кадром потому что это наше с ним время и это время для меня очень очень ценно мы идем обычно болтаем обо всем и ни о чем но вот таким просто нереальными какими-то листочками нереальными цветами осени красками осени я просто не могла с вами не поделиться вот собрала конечно же вот эти вот листочки это же что-то вообще невероятное для меня вот поэтому мы вот сейчас в эту прогулку мы как раз гуляем именно вдвоем с сыном вот он необычно что-то рассказывает все что его на данный момент интересует волнует и для меня это время очень очень важная вот вообще время проведенная семьей для меня всегда является приоритетным временем и я наслаждаюсь потому что сейчас 10 лет уже потом наступит время когда и таких моментов уже не будет как просто красота согласитесь осень это просто потрясающее не знаю у нас листья эти все на самом деле у нас потом будут убирать проходит такая машина специальная вот и пока она не убрала пока еще не так много пола листочков хочется поделиться рябина рябина в этом году просто очень много видишь не все ветки наклонились и говорят что когда вот так вот много рябины это значит что зима будет холодная на самом деле надеюсь что это не правда здесь вот тоже очень красиво не знаю и погода как-то у нас сейчас в санкт-петербурге наладилось даже солнышко выглядывает плюс 13 даже плюс 15 бывает на улице вот ну поэтому красота котик наш леофанушка наш уже обжился вот ему сделали тут такие полочки я потом в следующем видео вам покажу в общем мой муж с лёвой он у нас уже вовсю тут отъелся отоспался в общем и они теперь устраивают у нас ночью между прочим в 5 утра устраивают скачки с моей джуси это конечно кошмар но вот такой вот у нас красавец растет но красивый кот очень красивый вот у нас были гости вообще все были конечно просто в восторге от нашего нового питомца нож нового любимец любимца нашего вот и просто он потрясающий в общем сыночком зашли в один магазинчик называется бушен я не знаю если в других городах но вот кто живет в санкт-петербурге вы наверно знаете об этой вообще это кофейня но они продают также хлеб на вынос у них нереально вкусная выпечка вкуснее чем домашние сейчас покажу смотрите целый пакет набрали с сыном девочки для тех кто худеет выключайте это видео потому что здесь очень вкусно это достаточно дорогая кофейня как я уже сказала но вообще обалденно в общем мы купили вот такой багет нам его разрезали пополам чтобы донести до дома он такой на самом деле длинный вот и мне в этой кофейне очень нравится вот такие вот крендельки как-то они бабаевские или что-то такое как-то они называются они достаточно дорогие то есть 120 рублей по моему этот кренделечек стоит но они нереально вкусные вот так вот они выглядят вот еще мы взяли попробовать вот такую штуку девочки и держите меня нет я реально съем сегодня одну такую штучку это круассан соленой карамелью представляете какая прелесть каждому купила по одной штучке вот будем есть вообще вот это вообще нереально просто там столько всяких вкуснях продается девочки вот и вот эти вот кренделечки кренделечки это что-то нереально они там сами пекут там нужно и в кафе посидеть и с собой взять в общем всякое такое в общем вкуснях всяких на покупала булок я на самом деле последний раз туда заходила наверно полгода тому назад если не больше очень редко захожу в этот магазинчик потому что но достаточно дорогой я бы так сказала но очень вкусно это вообще невозможно так что вот такие вот у меня покупки сегодня еще хочу вам показать это одни родители у нас сделали вот такую поделку в детский садик вот сколько я вожу детей в детский садик вот первый раз такой девочки прям даже стыдно какую-то другую приносить согласитесь это вот сделала то есть это не я сделала да это семья одной девочки сделала вот такую просто потрясающий Я не знаю, это на выставку какую-то можно отправлять. Просто потрясающе вообще. Я прям даже зависла там, все это рассматривая. Смотрите, какая красота. Все сделали своими руками, вся семья. В общем, прям такой домик Бабы-Яги. Вообще просто нечто, на мой взгляд, согласитесь. Просто обалденное. Ну и тут вот два наших друга. Вообще они как теперь Шерочка с Машерочкой, девочки. Просто они либо спят, либо вот занимаются каким-то бегом, непонятно чем. В общем, все остальные в шоке. Видите, там Каспер сидит. Все остальные просто сидят, наши животные, и наблюдают за ними. Но это молодежь, а те же как бы старички уже такие. Поэтому, в общем, они тут, видите, просто занимаются непонятно чем. Все, кровать обычно, все вообще у нас. Это просто нечто, конечно. Но я на самом деле очень рада, что они так подружились. И им вдвоём веселей. И как бы, не знаю, здорово, когда вот в доме кто-то вот так вот бегает. Правда, покушаются на мои цветы, конечно же, все они. Вот видите, Каспер сидит. Он как бы просто в шоке. Я так думаю. Ну а некий зато к нему не пристают. Они между собой там выясняют всякие отношения, я бы так сказала. Вот, а уже зато не трогают ни Каспера, ни Бону, ни Гунечку нашу. Так что старички в покое, скажем так, живут. А эти носятся как горелые. В общем, ужас. И девочки, снова вам покажу ламоду. Ну, мне пишут, что кому-то интересно, что-то находит интересное для себя. Я заказала в этот раз сыну кроссовки. Но я несколько там вариантов на выбор, в общем, брала, да. Вот такие кроссовки. Написано «сороковой размер». Но они маломерят, девочки. У меня у ребёнка уже сороковой. Кошмар какой-то. Вот. И, в общем, заказал сейчас ходить. Потому что те, которые у него были, они, во-первых, немножко порвались. Во-вторых, стали малы, в общем. Короче, растёт, растёт. У меня ребёнок. Вот такая вот марка. Мне кажется, от такой марки я что-то покупала. Уже вот так она называется. В общем, кроссовки прикольные, очень удобные. Ему нравятся такие. В общем, ему нравится такой белочёрный цвет. Вот. А себе, девочки, я заказала вот такое платье, как толстовку. Это я уже испачкала в тоналке, пока мерила. Но я тут быстро старалась мерить. Он очень плотный. Единственное, что без начёса. Но, с другой стороны, хорошо. Я хочу его одевать под куртку. У меня есть такая курточка зелёненькая. В общем, тёмно-синее платье. И здесь идут ещё вот такие... Где это? Где это? Вот. Для пальчиков вот такие разрезы. Кармашки. Ну, это как платье толстовка, да. И по бокам вот такие разрезы. Оно без начёса идёт просто. Просто. Но ткань очень-очень плотная, очень прикольная. Мне понравилось. Оно такое длинненькое. Не стала брать на размер больше, потому что хотела, чтобы вот здесь не было свободно. Так как у меня куртка такая... Ну, короче, она не оверсайз куртка. Я хочу носить вот с этим платьем и с кроссовками её. Не знаю, мне так видится. Мне так хочется, скажем так. Здесь вот... Ну, даже уже в тоналке испачкала. Ну, это только я так могу. Вот. Здесь вот такие шнурочки. В общем, одену, померю. Не знаю, девочки. Бывает такое, что я вам что-то показываю, а этого уже нет наличия или на этот товар нет скидки уже. Поэтому я и цены не говорю. И как бы по которым покупаю. Плюс у меня же ещё скидка ламоды. Как постоянного покупателя у меня скидка 20%. Плюс ещё бывает, так как я постоянный покупатель, да, как вы можете заметить, мне какие-то акции. То есть мне какие-то товары, бывает, присылают, что они дешевле, чем если вы не постоянный там покупатель. В общем, вы поняли. В общем, вот так называется марка. Но кофточка, вот это платье очень классное. Если у вас большая грудь или вы хотите более оверсайз, то, наверное, ну, оно само по себе такое приталенное. И, наверное, нужно брать на размер больше. Но я именно хотела, чтобы оно облегало, чтобы сверху куртку одевать и было комфортно. В общем, оно тянется и такое плотно. Я даже вначале подумала, что у нас с начёсом. Но оно без начёса, без флисовой подкладки, да, правильно сказать. Но я называю это начёс. С детства называю так. В общем, сейчас примерю вам, покажу, как смотрится на мне это платье. Ну что, вот это платье. Смотрите, мне оно очень нравится. Оно на самом деле не сильно мне в обтяг. То есть, немножечко свободненькое. Но по фигурке оно скроено таким образом, что как бы оно идёт по фигуре. И внизу вот такое вот прямое. Здесь разрез. Здесь разреза нет. В общем, тут идёт кармашек. И вот такие вот рукава. Мне очень нравится капюшончик. В общем, классное платье. Ходить сейчас, под куртку его одевать. То есть, оно здесь вот как бы обтягивающее, да. Ну, не обтягивающее. Оно просто сидит здесь по фигуре сверху. А внизу такое более широкое. Под курточку вообще супер. Мне нравится очень. Оно такое плотное. По-своему как бы... Здесь вот более видно. Оно такое тёмно-синее. Плотненькое. Но без начёса внутри. Но при этом такое тёплое, короче. Даже такое тяжеловатое немножко, я бы так сказала. Здесь вот эта вот эмблемка. В общем, мне нравится. Супер платье. Класс.